Девчонки, всем привет! Меня зовут Алина. Хочу вам показать уточек, которых мы обычно кормим. Обычно кормим мы вот там, в том месте. Мы называем это точка. Но у нас соседи ходят кормить сюда камню. И у камня действительно больше уток, потому что они с левой стороны, там часть озера есть, успевают доплыть. И с точки нашей. Берем и два батона. Я целый батон скормлю его, Рудольф, тоже. Часть уток уже улетела, часть нет. Вот есть разные. Есть нокиканы, это вот такие черные сажевые курицы. Они у нас лысухи называются. Вот эти вот они такие дрочливые. Обычные утки. И вот такие мы плосконосики называем. Маленькие такие, хорошенькие. Еще у нас есть такие породные, но породные батоны не едят. И вообще к людям не подплывают. Такие высокопородные. А плосконосики, они ныряют. Я не знаю, называются плосконосики. Они маленькие такие. И чуть что дырять начинают. Еще привет. Меня зовут Риолина. Хочу показать тебе покупочки, которые я сделала в Эстонии. Да, это из лошки покупки. Так, нам еблузка. Она из магазина Reserved. Мне, кстати, очень нравится магазин Reserved, который находится в Эстонии. Потому что там довольно хороший ассортимент. Почему-то вот одежда не такая, как у нас в России. В России она такая, не попроще. А там есть очень довольно интересные вещи. Но, в принципе, мне вообще магазин этот нравится и в Эстонии, и в России. Дочья, обратите внимание, на мне блузка. Она темно-синяя. Вот такая вот так. Сейчас я буду шушать микрофоном, потому что он будет мешаться, чтобы я вам показала воротничок. Я пока вещи не гладила, вот достала и показываю. Кстати, да, видео с отпаривателями я вам сниму. Обязательно обещала, сниму. Потому что у меня их целых 4 штуки. Я не люблю гладить, я люблю отпариватель. Я вам покажу, который самый классный отпариватель, какой есть. на все случаи жизни. Так. Ну, вот так вот. Боротничок. Сейчас вот так, видите. Все. Я пристегну теперь микрофон просто. И боюсь, что я буду тут вытенять клеметий. Так. Потому что без микрофона вы меня слышать не будете. Рукавчик вот такой вот. Видите, мышкой. И у меня размер М. Я взяла обруточку размера С. Почему? Потому что, ну вот, мне казалось, что слишком М. Прямо совсем мешковато получается. Сейчас так модно, это нормально. Но мне хотелось, чтобы она была середина наполовину. Как-то, вот видите, вот немножечко, даже когда ты стоишь, она увлекает немножечко тайну. Так. Так, цвет мой любимый. Тоже такой темно-сень. Он довольно-таки благородный цвет. Вот такой вот рукав. Мягкая резиночка. Девчонки, сейчас вам покажу артикул попозже. Видите, она немножко такая ткань мятая, как бы, да? Вот мятая в плане, рубашка мятая, но именно вот такая мятая ткань. Какая, я не знаю. Сейчас вывернем ее изновку, будем смотреть. И вот она вот так вот сидит. Я думаю, в трениках, если что. Спокойствие, только спокойствие. Для эмоциональных, прошу, перейдите на другой канал. Не тратите себе нервы. В общем, так, что с ней? Я тут немножко нежу. Да, вот она немножко таким вот овальчиком, да? Овальчиком. Сзади вот так сидит. Спитки на брючке. Будет хорошо. Берите на размерчик меньше, чем ваш. Если хотите, чтобы сидел так же. Если я возьму свой размер, она сзади начинает вот так висеть. Впереди висеть, и как-то вот висит более так объемно. Вроде, мне нравится, красиво. Но из-за вот этих рукавов еще, которые, видите, спущены, что-то недотали. Как-то слишком объемно. Плечо уколзило, да? Уже как-то не комфортно. Поэтому, смотрите по своим ощущениям. Я взяла перску. Хотя некоторые вещи я беру, Даша, и вспомните, я говорю. Тоже резерв. Ну, это я взяла эльку, смотрите, да, рубашечку. ЭКО ЭВР, да? Вот эта стоит 11 евро. Эта, которую я сейчас показываю, рубашку. Она была с распродажа, так как, видите, размер элька даже, да, я взяла. А эту эско, да, видите, как я беру по-разному. 11 евро стоила. Так, сейчас, девочки, кто артикул найдет? Артикул вот здесь вот, да? Вот. Мало ли, вы найдете, но это уже распродажная летняя коллекция. Смотрим. Сейчас, сейчас, сейчас я вам настрою. Из чего тут состав? Не вижу. Тут дополнительная пуговичка, кстати, в комплекте идет. Вот так, 56% вискоза, 43% полиэстер и 1% эластан. Сейчас настрою фокус. И вот так вот, видите. Жмите паузу, смотрите. Она мягкая, швы хорошо прострочены, видите. И вот такая вот приятная. Так, бирку я вам показала? Нет, не показала. Я взяла вот размер эсс, еще раз повторюсь. И цена 20,99-30 евро. Вот артикул. Ну что, еще раз покажу. Вывернула наизнанку специально показать все прошивки. Все очень хорошо прошито, нигде нитки не торчат. Извиняюсь, что у нее не видно. Главное, что вам видно вещь. И у нее вот такой вот материал, видите. Вот так покажу. Вот такой вот. И он, кстати, не сильно мнется. Еще такой лайфхак, если что. Берем кондиционер. Если вы в дороге и с собой не взяли утюг. Кондиционер, бутылочку наливаем. Половину кондиционера, половину воды. Ну или 1 треть кондиционера, да. И 2 трети воды в любую бутылку с поливеризатором. И брызгаем на кофточку. И вот все разглаживается потихоньку. Все вмятины. Есть такие еще всякие средства. Они продаются на Валбрис на Азу. Но вот можно обычный кондиционер, да. Такая сильная мятина будет разглаживаться. Потому что кондиционер обладает антистатическим эффектом. И вот это все. И складки тоже, да. Он более такой гладкий, струящийся. Это как любые флюиды для волос, да. То же самое для одежды. Становится мягкая, более погладистая. Но все же лучше гладить. А я лучше вообще отпаривать люблю. Точнее, я не люблю отпаривать. Но отпаривать я предпочитаю больше, чем гладить. Хотелось бы, конечно, одежду, которую не нужно гладить. Но эта одежда не всегда бывает очень, как бы сказать, такая, знаете, хорошо выглядит. Поэтому все-таки приходится гладить. Вот такая вот приятная лодочка. Она такая нежная, мягкая и очень хорошо в ней дышит кожа. Она совершенно как-то не ощущается синтетической. Приятная. Так что, девчонки, кому на работу, кому куда, рекомендуем. Так, ну вот эту рубашку я отваривала в золотом мере L. Потому что она уже, знаете, вот ваша шипа по-другому, да. Видите, я бы даже как-то еще так и необъемно выгляжу. А если я взяла бы M, она прям вот так вот вся поднимается. Как-то мне не понравилось. Хотя сидит неплохо. Она более такая в обтяжке. Если вы хотите что-то элегантное, берите свой размер. Если вы хотите более такой эверсайзный стиль. А я хотела эверсайзный, чтобы шорты летом носить, да, где жарко. На моря, пляжи или юга. К себе в Испанию. То, конечно, чтобы вот у меня свободная рубашка. И я еще такой запас даю на то, что если ее постирать, она может сеть. Я не знаю, сядет или нет. Но я всегда вот это учитываю в одежде. Но и мне хочется, чтобы она была не такая свободная, спокойненькая. Хотя, может быть, и подошла мне м-капы. Вот так бы сидела, да, лучше, более элегантно. Да, но это уже куда-то в городе. Ну, например, да. А если где-то на пляж, то лучше посвободнее, действительно. Цель мне очень нравится. Он еще в леграх в классе. Особенно такая полоска. Она не простая, а не сито в глаза, так знаете, бросается. Видите? Не яркая, да? Не яркий синий с белым, прям, что в глаза хрипит. Вот это не рябит. Вот это рубашки классно. Если бы я вам не сказала размер, если бы я вам не сказала размер, или, извиняюсь, я чуть-чуть заговариваюсь, сама тебя услышала, то вы бы вряд ли поняли, какого размера нам ела башка. Потому что сейчас даже так, что башка размера S, выглядит гораздо более дурсайзной. Правильно? Я себе купила скетчерсы. Помните, я говорила, что в Финляндии скетчерсы стоят значительно дороже, чем в Эстонии. В Эстонии можно заказать еще в Литву и Латвию с доставкой. В Финляндии, Литву и Латвию. Заходите на сайт скетчерс.е и заказывайте. И будет цена раза в два-два с половиной ниже, чем на сайте финском. Я помните, рассказывала про кроссовки, которые купила за 140 евро. Потом посмотрела, они 70 с копейками стоят. Это мне Рудольф подсказал уже, когда я их уже купила. Я у меня такой, что так дорого купила, мы все заказываем в Эстонии. Я говорю, ну как-то в этот момент я тебя не спросила. Пошла в магазин и купила. И я себе заказала другие, которые стоили 159-160 евро. А я заказала за 72 евро. Представляете? Я их уже давно получила. Все, супер. Так, зашли мы, кстати, вот где паромы, Финляндия, Эстония. Там такой большой торговый центр прямо рядом с паромами. И вот там есть магазин вот этот скетчерс. И это не дисконт скетчерс, не аутлет скетчерс. Потому что, кстати, в Финляндии, в Аутлета, да, там Аутлет есть, есть как раз... Или сток монета. Боже мой, девочки, я забыла, где в Аутлете есть в Хельсинки. Напишите мне, пожалуйста, я забыла, в сток монета или в Аутлете. Потому что Аутлет раньше был у нас на границе с Россией, потом они принесли его в Хельсинки. И там тоже есть со скидками кроссовки, но все равно скидки не такие большие, как в Истонии. Вот такие кроссовочки я себе купила. Слушайте, как они-то и очень бюджетные. Тоже с распродажей. До 56 евро. Так, друзья, так, помню, помню, надо всегда показывать артикул. Помните, я говорила, у меня проблемы с ногами, да, у меня с ухожилиями проблемы, с суставами. Да, девочки, с годами мы не молодеем, да. Пока я вам показываю артикул, жмите. Заказала я 6,5 размера, это 235 стелька, как раз, как у меня. Мне вот шестерочка в скетчерсах бывает иногда маловато, если это какие-то такие наполненные кроссовки. А семерка уже большевата, потому что у меня вот как раз между размерами дурацкой, знаете, бывает. Вот я увидела 6,5, это редко бывает. И все, это мои кроссовки. Вот, и они очень легкие, воздушные. Вот прям вообще ничего не весят. И они, видите, вот здесь вот носик у них, ну, это не кожа, наверное, что-то такое. Желтая полосочка, белая подошва, да, и сами они бежевые. Они, конечно, на шнуровке, я не очень люблю на шнуровке, но это для меня помогает мне, не знаю, как вы это сказали, у меня нога узкая, стянуть, чтобы мне было удобно. Поэтому на шнурках мне подходит, но люблю я на резинке. Вот так скажу, больше подходит на шнурках. Мемори, форма, вот эта вот стелька, она, видите, вот такая вот. Вот такая вот, вот такая вот. Мягкая, 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 классно. Так, снимается ли стелька? Потому что в некоторых скетчерсах снимается, и можно стирать. Ну, мыть кроссовки отдельно от стельки? Нет, слушайте, она приклеена. Здесь она приклеена. Значит, если стирать кроссовки, то вместе со стелькой. Ничего, они все это переживают, все хорошо. Скетчерсы обычно, если я стираю, не садятся. Я не стираю машинку, я обычно беру щеткой, и вот так прохожу щеткой сверху. Сейчас скажу, с чем я, с Ванешем прохожу, да? Да. И вот здесь вот тоже щеткой такой. Знаете, на ручки, которые посуду чистят. Потому что как-то все-таки я немножко побаиваюсь стирать кроссовки вот такие, да? Хотя, когда уже не жалко, думаю, что постираю, и там что будет. Вот, но пока как бы справляюсь. Хотелось бежевые, светленькие. Они были, по-моему, так еще и темные, да? Я вам показала нормальную артикуль. Да, тут, наверное, все видно. Хотя я не очень понимаю, какой тут артикуль. Вообще-то, где он тут может быть написан? Ну, вот этот, наверное, да? Крупные буквы, наверное, это он. Надеюсь. Но если что, смотрите. Просто тогда по описанию. Сейчас я посмотрю, что вот здесь, вот на пирке. Девчонки, кому нудно и скучно, не смотрите, пожалуйста. Слушайте. Что это пишут? Кстати, их стирать можно. Я только сейчас обратила внимание. О, как, да? Значит, ты вот все кидаешь и стираешь. Это супер. Ну, ладно, спасибо. Девочки, у меня уже неделя, наверное, неделя лежат эти кроссовки. Я все... И вообще все мои покупки. Я хотела все поснимать. Но обычно вечером... Ну, точнее, днем мне некогда. Я уезжаю из дома. А вечером я приезжаю домой. Уже поздно. Думаю, ну, все, я уже хочу отдыхать. Одеваю свои вот эти вот любимые треники. Ну, а потом думаю, ладно, какая разница, девчонки. Вам же главное посмотреть вещь, правильно же? А в чем я тут одета, я тоже делала десятая. Это уже я беспокоиться буду. Так, ну, вот. В общем, вот так выглядит сзади пяточка тоже. Видите, вот эта вот кожаная такая вот. То ли кожаная, то ли какая-то эко-кожая. Я не знаю, вот что-то такое, вставочка такая. Они очень мягкие, удобные. Очень довольно тонкая эластичная подошва. Видите, как хорошо смотрятся. Мне они очень понравились. В общем, мы пришли к кроссовке смотреть. Рудольф хотел себе летние еще одни. А получилось, что его размера не было. А мой был как раз. Я еще хотела одни кроссовки, но мы уже опоздали на пару. Как обычно, я там весь магазин пересмотрела. А в скетчерсах все сухожилия мои сохраняются. Именно благодаря стельке, благодаря, вот, видимо, вот этой вот ортопедической или какой-то вот спортивной специальной вот этой, как это сказать, колодки, да, наверное. Я не знаю, может быть, какие-то материалы специальные. Какой-то перепад ровный такой вот, который нужен, да, для больных ног или для того, чтобы не травмировать сухожилия, кстати, да, вот. Наверное, чтобы не травмировать, поэтому. И они как бы облегчают именно, когда больные ноги. То есть мне хорошо в скетчерсах. Я в скетчерс себя чувствую очень комфортно. А вот марка Пола у меня были кроссовки, я купила, да, довольно дорого. Помните, да, бежевые? У меня в них сразу, наконец, заболело, я их сняла и больше не одела. Поэтому, видите, тут и сколько вещей смотрю, марка Пола, а Томми Хилфигер, Хилфигер тоже не моя колодка. И думаешь, ну, боже мой, да, так сейчас все по распродажам стоит недорого, купи. Ну, зачем? Лучше брать вещи, которых ногам будет комфортно. Сейчас покажу. Вот такая вот. Пяточка. Подошва, извиняюсь. Ну, и пятка в том числе. Такие вот приятные, очень удобные кроссовочки. Есть у них полуразмерия. То есть, да, есть и вот пятерки 5,5, 6,6,5, 7,7,5. Ну, и вот в таком духе. У кого как раз еще такое вот. У меня и ноги больные, да, и междуразмерия. Думаешь, ну, полный привет. Ну, вот нахожу же все равно себе вещи. Давайте я скажу всем девочкам, у которых проблемные ноги. Девчонки, не стесняйтесь этого. Если вам кто-то говорит, что вы там бабка, одень лучше туфли, одень ту, одень ту, одень ту. Вы понимаете, что у вас больные ноги, и вы уже больше в этой жизни, в своей жизни, да, жизнь у нас одна, и сможете позволить себе прекрасные там какие-то туфельки или только... Ну, можете, но только выйти на выход куда-то. А вот так носить вы их не будете, потому что ноги болят. И чтобы целый день быть на ногах, нужно одевать удобную обувь. Надевать, конечно, там не поправят. В общем, ладно, буду сама себе поправить. Потому что иногда бы я скажу, потом думаю, в голове, ну, сейчас мне напишут. Ладно, что-то я многое очень беспокоюсь, да, о том, что мне напишут. Вот, и что хочу сказать. Вы думаете о себе, в первую очередь. Вам должно быть удобно, комфортно и хорошо. И обратите внимание, часто вы смотрите, какая обувь на других девушках. Ну, вот часто. Я вообще не знаю, я даже не помню, честно. Я помню, какая сумка. Я помню, ну, маникюр тоже нет, не помню, не буду брать. Я помню, кто что надел, как там, не знаю, себя уложил. Хотя нет, тоже не помню. Я обычно помню, кто что надел и какая сумка. Вот у меня так запоминается. А что запоминается у вас, кстати, скажите мне, пожалуйста. А вот обувь я как-то опускаю, да. Почему-то я никогда не вспомню, если где-то я была на вечеринке или в компании, что было надето на обувь, какая была. Я не помню. О чем говорит? О том, что никто не обращает внимание на обувь. Она должна быть новой, она должна быть опрятная. То есть не старые потертые ботинки совсем, да, вот совсем. А что там одета? Какая разница? Тем более сейчас благо. Уже мода отошла от этих каблуков, да. Уже каблуки только там куда-то на мероприятии. И то красотки в основном. Поэтому носим то, что удобно. Бережем свои ножки от дальнейшего разрушения. И не думаем о том, что вам будут подружки говорить, знакомые. Еще кто-то вам, что ты, ну, такая красавица или там молодая, что ж ты не оденешь, ты ходишь в каких-то красотках, одеваешься, не так. Одевайтесь так, как вам удобно. И так, как вам то, что сохраняет ваше здоровье. Это самое важное, правда ведь? Вот. Ну, в общем, все, я вас целую. Кроссовка мне довольна. Они светленькие, как я хотела. Ну, вообще, как я люблю, точнее. Я ничего не хотела. Я вышла в магазин и увидела, и смотрю мой размер, думаю, вот мой цвет. Здесь, конечно, они темные были. Темные, белые подошвы, по-моему, такие, да. Я говорю, нет, я хочу вот светлые, светлые, естественно, и не все удобно. Я скетчерсы очень люблю. Я поняла, что моя обувь – это скетчерсы. Моя обувь – это Кельвин Кляйн. Да, вот, кстати, у них колодка тоже моя, потому что у меня есть кроссовки, которые, вот, я встала в них, и мне комфортно. У меня нога не болит. А еще раз повторюсь, Томми Хиллфигер, Марка Пола – это не моя колодка, потому что у меня есть шлепанцы Томми Хиллфигер. Ни как кроссовки, ни как Марка Пола, кроссовки нет. И я не буду их носить, да, потому что, ну, а как ты оденешь? Ты пол, там, час прошел, у тебя нога болит, и ты уже так стоишь, ты уже ходить не можешь, да. Потом через час болит вторая нога, на следующий день ты уже не встанешь. Ну, это ненормально. И нужно прекращать, вообще, обращать внимание на красоту, главное, обращать внимание на удобство. Благо, сейчас такая тенденция во всем мире, что это позволяет. Это не то, что, там, лет 10 назад, даже 5 лет назад, когда мы еще носили каблуки высоченные, да, и нужно было болеть, не болят ноги, думаешь, эти каблуки добиваешь свои ноги. Сейчас можно все, все, что вы хотите. Девчонки, я вас целую, пишите, что последнее приобретали вы из одежды, из обуви. Я покупаю часто, да, на распродажу, беру несезонный товар, потому что его можно найти, и, как бы, в сезон всегда, бывает, что-то не успел, не пришел, а тут ты берешь и по выгодной цене, и можно еще что-то выкрыть, и к сезону, вроде, у тебя что-то есть. То есть, ну, по крайней мере, я прихожу в магазинчик и думаю, что вы мне взяли, да, и, конечно, с таким настроем, что-нибудь за себе найдешь. Все, я вас целую, встретимся завтра, отличных вам покупок и здоровья, целую, пока, пока.